Родители избавились от позорного наследства Жанны Фриске. В скандале с многомиллионным долгом Жанны Фриске поставлена точка. Все вопросы уладили родители певицы и телеведущей Дмитрий Шапилев. Журналистам удалось выяснить, что близкие избавились от долга перед Росфондом. Позорного наследства певицы, которое после ее смерти перешло родственникам. Из-за этой истории разгорелся настоящий скандал. Всего было выплачено более 21 миллиона рублей. Все расходы взяли на себя родители Фриске и Шапилев, с которым певица долгое время состояла в отношениях, передает сайт Комсомольская правда. В какой пропорции они разделили долг, остается неизвестно. Ситуацию с выплатой прокомментировала сестра исполнительницы Наталья. Она отметила, что отношения между ее семьей и Шапилевым не наладились даже после того, как в разборках с Росфондом была поставлена точка. Ничего не изменилось. Мы не видимся с Платоном. Отец из-за этого очень переживает. Мама постоянно плачет. Рассказала она. Внимание на экран. Судьбу спорных денег, тяжбы из-за которых продолжается почти два года, то есть фактически со дня смерти. С трех сторон только адвокаты. Владимир Фриский, не сумевший присутствовать в прошлый раз из-за поездки. Сынский Евгений Киркаленко, Игорь Серпионов и Виктория Кузьминова, РЕН-ТВ. Сестра Фриски поставила под сомнение слова о том, что телеведущий якобы помог в погашении долга. Представления не имею, все вопросы к Росфонду. Но явно не Шапилев. Ответила она на вопрос о том, кто произвел выплату в 21 миллион рублей. Напомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Артистка боролась с раком мозга. У нее остался сын Платон. Сейчас мальчик живет с Дмитрием Шапилевым. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Повернувшийся на запад Лукашенко плюнул на Россию. Известие об уходе Ларисы Бузеевой поразило россиян. Состаревшаяся Хоченкова оконтузилась на подиуме. Стройничий эффект кокаина. Нашли еще один аргумент против Бочкарева. Убитую горем дочь сняли на прощании с Захаровым. И многое другое.